Теперь вернёмся к рассказу о переселении в Медину, о том, что было с Таха, алейиссаляту вассалям, после упомянутой остановки у Умму Маабад. Когда они отправились дальше, Сурака ибн Малик помчался следом за ними, верхом на резвом коне, и со злым умыслом приблизиться к ним. Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, испугался за пророка, алейиссаляту вассалям, но тот успокоил его, сказав, «Аллах с нами». Сурака самонадеянно приближался к ним с твёрдым намерением не возвращаться обратно, пока не убьёт Хабибуллах, алейиссаляту вассалям. Он уже считал своими сто верблюдов, обещанных курайшитами за его голову. Сурака нёсся, как ветер, надменно приговаривая, «Сейчас мы увидим». Пророк, саллиллаху алейиссалям, попросил о помощи, и Аллах ответил на его просьбу. Ноги коня, на котором мчался Сурака, завязли в земле, когда конь увяз в твёрдой земле, как в песке, Сурака в отчаянии стал умолять Хабиба, алейиссаляту вассалям, спасти его. Увидев его покорность, Аха, алейиссаляту вассалям, сжалился над ним. Земля отпустила коня. Но Сурака, освободившись, снова вознамерился убить пророка, алейиссаляту вассалям. И снова конь увяз ногами в земле, как и прежде. Сурака опять стал умолять, и Хабиб, алейиссаляту вассалям, жалился над ним. Так Хабиб, саллиллаху, алейиссаляту вассалям, прощал его. Но когда Сурака снова собирался напасть, ноги его лошади застревали в земле, и это повторялось несколько раз. Наконец Сурака, поняв, кто есть Ахмад, алейиссаляту вассалям, опомнился, покаялся и уверовал. Сурака вернулся тем же путём, которым прибыл, и как мог постарался защитить пророка, алейиссаляту вассалям. Встретив по пути преследователей, он вернул их обратно, сказав, что Ахмад, алейиссаляту вассалям, ушёл другой дорогой. Сурака вернулся, а Таха, алейиссаляту вассалям, продолжил путь. Хабиб, алейиссаляту вассалям, встретил Бурайдата ибн Хусайба, который шёл за ним в надежде получить 100 верблюдов, обещанных за его убийство. Он вёл за собой 70 соплеменников. Абибуллах, саллиллаху, алейиссалям, спросил его, кто ты, из какого рода? Ибн Хусайб Бурайдат был ответ. Пророк, алейиссаляту вассалям, очень обрадовался его ответу и сообщил Сыддыку, что их ожидает радость. Они призвали Бурайдата к исламу, и тот выслушал их. Его разум взял верх над невежеством, и он внял призыву. Бурайдат и его товарищи с радостью приняли ислам и стали сподвижниками. Милость Всевышнего пролилась на них дождём, и они вместе с Таха, алейиссаляту вассалям, переселились в Медину. Ахмад, алейиссаляту вассалям, прибыл в Кубу и спасся от врагов, подобно Мусе, алейиссалям, ушедшему в Мадьян. В одном из преданий сказано, что это было в понедельник, 12-го числа месяца, Раббиул Ауаль. Расуль, алейиссаляту вассалям, оставил Алида, будет доволен им Аллах, в Мекке, чтобы вернуть людям имущество, переданное ему на хранение. Раздав всё, что было передано на хранение, Расулю, алейиссаляту вассалям, Алида, будет доволен им Аллах, на третий же день присоединился к ним вместе с немощными мусульманами, остававшимися в Мекке. Они построили мечеть Куба, с богобоязненностью заложив фундамент, и с этого началось летоисчисление ислама. В сказаниях по-разному говорится о том, сколько дней они там провели. Одни говорят о 18 днях. Отправляясь в пятницу утром из Кубы в Медину, пророк, алейиссаляту вассалям, совершил пятничный намаз в пути. Это было место под названием Рануна, между Кубой и Мединой, где проживало племя Банусалим. До этого Хабиб, алейиссаляту вассалям, не совершал пятничных намазов. Это был первый. Как сказано в книге Нур-у-Лабзар, он совершил намаз коллективом в 100 человек. Не исключено, что первый пятничный намаз Расуль, алейиссаляту вассалям, совершил в Кубе, поскольку если они пробыли в Кубе 14 или 22 дня, то непременно провели там и пятницу. А если принять версию, согласно которой Расуль, алейиссаляту вассалям, пробыл в Кубе только 3-4 дня, то допускается возможность совершения пятничного намаза в Рануне, потому что в таком случае они могли не остаться в Кубе до пятницы. Как бы там ни было, мы не станем отрицать это. Из страха оказаться отрицающим пришлось привести обе версии. Будучи в Мекке, Хабиб, саллаллаху алейиссалям, не совершал пятничный намаз, потому что курайшиты не дали ему такой возможности. Продолжение следует...